Центральная избирательная комиссия Ответы на эти и многие другие вопросы в самое ближайшее время. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте! И, как обычно, в начале программы представляю моих гостей, тех людей, которые добрались сегодня до Полюса. Вице-председатель парламента Валерий Гелецкий. Добрый вечер! Добрый вечер! Станислав Вартанян, советник Кишиневского муниципального совета от партии социалистов. Здравствуйте! Добрый вечер! Депутат парламента, представляющий партию социалистов Андриан Лебединский. Вам добрый вечер! Добрый вечер! И Игорь Волницкий, политический комментатор и журналист. И вам здравствуйте! Здравствуйте! Ну, господа, теперь совершенно точно повторного голосования не будет. Это уже понятно всем. И вот принято всегда думать, кому это было выгодно, да зачем это все было. Но давайте теперь посмотрим на эту ситуацию, да, спокойным таким уже взглядом. Вот кому это было выгодно, кто от этого выиграл, а кто проиграл. Господин Болницкий, вот вас хочется вначале послушать. Вы знаете, если думать чуть-чуть поверхностно, то, конечно, выгоднее прежде всего нынешней власти, партии власти. Потому что она не допустила серьезного оппонента, может быть, своего главнейшего оппонента на данном этапе с правого толка. Потому что оппоненты бывают и левого, и правого только к примарии Кишинева. Это означает, что не допущен был Андрей Настасьев ни к административному ресурсу, ни к дополнительным возможностям влияния на парламентские выборы. Ведь известно, что в Кишиневе будут 11 одномандатных округов. И влияние мэра было бы значительным на состояние дел, на настроение избирателя в этих округах. С другой стороны, кажется, что чуть-чуть в выигрыше, как это ни странно, выходит и сам Андрей Настасьев. Потому что его пребывание у руля Кишиневской примарии означало бы и определенное разочарование. Потому что наверняка его бы блокировали, у него не были бы возможности продвинуться быстрее в исполнении своих обещаний. И, конечно, это оттолкнуло бы от него часть его электората. В нынешней ситуации он сильно виктимизирован. Люди видят в нем жертву нынешнего режима, которого не допустили к примарии Кишинева, хотя он как бы выиграл эти выборы официально по результатам голосования. Самая плохая ситуация, по-моему, вырисовывалась у социалистов. Если Андрей Настасьев как бы виктимизирован себя, а правящая партия сумела продемонстрировать, что без своего согласия ничего важного в этой стране не происходит, социалистов пытались ассоциировать на первом этапе с правящей партией. Те, которые ассоциируются с правящей партией, конечно, мы знаем, что с ними происходит, по примеру ЛДПМ, по примеру либеральной партии. Но это было на первом этапе, социалистам все-таки удалось отодвинуться от этой опасной связки, в которую их толкали. Но все равно, если Андрей Настасьев в данной ситуации виктимизируется, а власть посылает месседжи обществу, насколько она сильна, социалисты остаются чуть-чуть в стороне от всех этих передряг, от всех этих перегрызок, если можно их так назвать. И с одной точки зрения они проигрывают. С другой точки зрения они, конечно, выигрывают. Если вы заметили, в случае партии власти и в случае Андрея Настасьев, я подчеркнул только выигрышные стороны. В данном случае я начал с того, что социалисты проигрывают, но в итоге они все-таки могут оказаться и выигрыши. Ведь когда две противоборствующие стороны дерутся, третий всегда выигрывает. Что же получается? Конечно, общество устанет. Но это если четвертый не пытается сильно их помирить? Нет. Я думаю, что в последующий месяц ситуация, по мере того, как мы будем приближаться к парламентским выборам, будет обостряться. И в определенный момент люди устанут от этих перегрызок, от этих передряг. И они начнут задаваться вопросом, а где же те конструктивные решения на вопросы, на проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И вот с этой точки зрения, скорее всего, социалисты выиграют. Спасибо. Ну, господа социалисты, о вас только было сказано. Теперь мне интересно послушать вас, господин Лебединский. Вы-то как отсюда, вот, господин Волницкий очень подробно так о вас поговорил? Вы чувствуете себя выигравшими, проигравшими? Я во многом согласен с господином Волницким, но я начну с обратной стороны. По сути, самые большие проигравшие — это мы. Потому что всю компанию, нас пытаются привязать к демпартии, то, что для нас это как результат был, и то, что в первом туре мы выиграли, но в втором туре все-таки Иван Васильевич Чебан проиграл. То есть именно из-за этой связки, которая не объективна, но, знаете, как на рынке сказал, что твоя дочка такая-то, значит, и здесь тоже иди доказывать, что у тебя дочки нет. И чем мы проиграли? Во-первых, этой привязкой. Во-вторых, тем, что объективно решение суда должно было быть аннулировать результат, то есть снять Андрея Анастасова с выборов и провести второй тур с одним кандидатом, и в таком случае Иван Чебан выиграл. Тогда я понимаю, что для нас это был бы оптимальный вариант. Но чего не произошло. В данном случае, на самом деле, власть показала, что они могут делать все, что угодно в стране. И нам приходится сейчас тоже пересматривать свою стратегию. Будем работать очень сильно в следующих выборах, которые будут у нас в очереди. Нужно понимать, что сейчас уже невозможно провести наши городские выборы мэра. Кто будет у нас исполняющим мэра в следующий год, пока неизвестно. Ну почему? Сегодня господин Кадриан сказал, что он согласен. Он все это время говорил, что не хочу, не хочу, не хочу, не буду. А сегодня он сказал, да, я за все несу ответственность, я готов. И завтра постараюсь с каким-то уголовным делом его родственник, и он уже не согласится, если он будет неугоден. То есть там достаточно сложная ситуация, пусть он не сильно загадывает на будущее. Один год в политике, это чрезвычайно много. Как управленец, посмотрим, как он будет справляться. По крайней мере, за этот месяц он ничего не показал, все, что было. Дальше. Что касается Андрея Анастасии, он только выигрыш. Проигрышей у него никаких, абсолютно. Для него рейтинг растет благодаря вот этим... Вы полагаете? Да. Нужно смотреть объективно, что... Не, я на счет рейтинга просто задаю вопрос, потому что акции протеста, вот как бы видите, они, мягко говоря, все меньше, меньше, меньше. Какого процента было у Андрея, и какой сейчас. Хорошо. Он растет, насколько... Это же, нужно понимать, это искусственное надувание его. Может быть, это на самом деле Демпартия хочет его сейчас вот так вот надуть, чтобы ближе к выборам он показал, что такое происходит. Не знаю, там какая-то игра между ними происходит. Мне не исключаю, что договоренности есть между ЦОПами и Демпартией о том, что нужно что-то менять, потому что явный рост идет в ПСРМе, партии социалистов в республике, причем и в территории тоже. Здесь нужно каким-то образом блокировать нас, и поэтому это решение именно против нас, не против Андрея. Для Андрея это только плюсы. Поняла. Господин Гелецкий, прозвучала такая фраза, что партия власти показала, что она может делать в этой стране все, что захочет. Но я не могу как представитель правящей коалиции не спросить об этом. Я не представитель партии власти, ту, которую вы имеете в виду, демократическую партию. Ну, несколько слов. Я тоже по большому счету согласен с тем, что господин Вальнецкий сказал. Но мне все-таки кажется так, что его последние фразы еще вернее и тяжелее звучат, потому что социалистов все-таки выгоднее в этой ситуации. И надо вспомнить, что вы начинали весь этот процесс. Если бы вы его не начинали, мы бы сегодня об этом не говорили. Поэтому здесь тоже на себя надо взять определенную ответственность. Если в день выборов поздравляешь оппонента, а потом в следующий день или через день идешь и подаешь заявление, то тоже возникают определенные вопросы, почему ты таким образом поступаешь. Но я, хотя мне присущий более оптимистический взгляд, на этот раз я довольно пессимистически смотрю на ситуацию. Я бы не начал с вопроса, или я бы не хотел ответить вопрос, кому это выгодно. Я думаю, что никому не выгодно, то есть всем плохо. В этой ситуации, ситуация настолько напряженная стала. Противостояние очень большое. Оно на обществе тоже отражается очень сильно. Плохо между теми проевропейскими силами, в том числе мы говорим о Европейской народной партии, которая находится в парламенте. Потому что мы хотели, чтобы объединить усилия для того, чтобы победить на этих парламентских выборах. Ситуация сейчас очень-очень напряженная. Практически почти все мосты сожжены. И это плохо. Я думаю, что в этой ситуации и большое недоверие у людей. Люди уже не знают, кому доверять. Мы не знаем, если вообще парламентские выборы будут по правилам. То есть можно люди начинать сомневаться, будут ли эти выборы признаны и признаны. Хорошо, поняла. А вот партия власти, можно вашу оценку? Вот вы сказали, что социалистам выгодно, я поняла. А демократы выиграли? Ну, мне сложно сказать, если им выгодно. Мне кажется, еще раз говорю, я, поскольку сейчас вхожу в этой коалиции, нам, и мне в том числе, кажется, что это совсем не было выгодно. Не знаю, кому это было выгодно, всю эту кашу заварить. Но ситуация очень такая. И как гражданин, и как политик, я очень разочарован и возмущен по поводу того, что произошло после этих выборов. Ваш комментарий. Ну, я хотел бы дополнить господина Гелецкого. И все-таки уточнить, что начинали не мы, а господин Гелецкого. В 2015 году именно либерал-демократическая партия приняла закон, запрещающий использование зарубежных политиков. И именно сейчас проевропейский политик начал свою предвыборную кампанию с выступления румынского депутата на его открытии. И правящая коалиция ни Демпартии, ни Народной Европейской партии ничего не палец о палец не ударила, чтобы предотвратить это нарушение. Поэтому любой законопослушный гражданин, и наши избиратели тоже от нас ожидали, от избирателей социалиста, и Иона Чубана, хотели понять, что делать на парламентских выборах. Если Настасия себе позволяет использовать зарубежных политиков так нагло, неприкрыто, и правящая власть этому потакает, значит ли это, что этот закон должны исполнять его вы, а проевропейские политики получили иммунитет. То есть мы не подавали на аннулирование выборов, мы подавали всего лишь на интерпретацию. И это нормальное дело, потому что для нас это не последние выборы. Так же, как и для вашей партии, и для демократической партии, так и для господина Настасия. Я соглашусь с господином Волнинским, что проигравший, конечно, больше всего партия социалистов. Но тут немножко, мне кажется, я могу немножко расширить. На мой взгляд, можно найти плюсы и минусы для каждой из трех сторон. Давайте начнем сначала. Андрей Настасий, безусловно, он победил в этом. Ну, как бы из всего, он больше всего может набрать очков. Но вопрос может. Мне кажется, он почти потерял моментум. С каждым разом в его митинге все меньше и меньше людей. Он сейчас ушел в отпуск, наверное, едет отдыхать в Германию, к семье. Это нормально, человек хочет в семье побывать. Революция поставлена на паузу до сентября. Но у него есть шанс удержать свой высокий сейчас рейтинг и его увеличивать. Как он его использует? Пока видно, что чуть-чуть это все он не использует как мог. Проиграл он действительно в том, что у него была хорошая трибуна в Примарии. И я думаю, что если бы он пришел в Примарии, он бы не занимался хозяйством и городом. Он был вторым бы Дарином Киртока. Каждый понедельник бы он выходил на фрес-конференции и говорил бы, что вот здесь меня Плохотнюк зарубил. Тот не дали Демпартии и так далее. Кстати, сейчас это трибуна Народной Европейской партии. Господин Кадриану представитель Народной Европейской партии. И в этом отношении ваша партия выиграла. В том, что Кадриану станет исполняющим обязанности Примара. При том, что господин Кадриану, как муниципальный советник бывший, вот если сравнить его с господином Грозаву или Сильвераду, вот для меня лично, как его коллеги по муниципальному совету, вот в этом плюс, что он хотя бы понимает, что такое быть муниципальным советником, и когда исполняющая власть тебя блокирует. То есть нужно понимать все-таки. Все познается в сравнении. Я думаю, по сравнению с господином Настаси, Кадриану больше разбирается и понимает в муниципалитете. Это не к тому, что я защищаю Кадриана. Я просто говорю, что если сравнивать. Что касается Демпартии, опять-таки, вы тоже правильно сказали, что сейчас напряженность. Для нас, социалистов, для оппозиции, это прекрасное положение дел, когда Демпартию сжимают со всех сторон. Сжимает правая оппозиция, сжимает американский европейский канцелярий. При том, что временно у Демпартии есть американское покровительство, но мы же понимаем, что покровительства оно сегодня и завтра нет. Поэтому, опять-таки, все правильно господин Молонийский сказал, что сейчас власть попала в такую ловушку, когда сама того не хотя, а мы как бы подразумеваем, что у нас судебная система независима, и принятое решение было исходя-исходя из закона, не знаю. Но, тем не менее, в конце концов мы получили то, что получили. И, кстати, насколько я слышал, Филипп сегодня запросил Министерство юстиции проверить законность. Да, мы об этом поговорим, потому что это очень важный момент. Я заканчиваю мысль последнюю. Я все-таки считаю, лично я, я знаю, что есть некоторые люди в партии социалистов, что в любом случае это нечестно по отношению к 240 тысячам людей, что, несмотря на то, что один из кандидатов явно нарушал закон, и его формально, неформально, за нарушение сняли, но все равно 240 тысяч человек изъявили свое возъявление, и процесс выборов должен завершиться. Кишинев должен иметь законного примара. На мой взгляд, должна быть какая-то, ну, я не хочу говорить лазейка, но должен быть способ, чтобы прошли, например, или перевыборы с этими двумя кандидатами. То есть должно, как говорится, в финалитате. И, насколько я знаю, но я сейчас не буду разговаривать все карты, в том числе и в недрах партии социалистов, среди наших юристов, готовится интересная эта реприза, но пока я пару дней еще должен продолжать. Вы, в принципе, сейчас ответили на один из вопросов, который сейчас социалистам ваши противники политические, они все время говорят. Ну вот социалисты, они на самом деле тоже возмущаются тем, что произошло. Да, они говорят, да, мы не хотели, мы не просили, но Андрей Настасов после этого выходит и говорит, ну, смотрите, мы же выводим народ на протесты, мы протестуем, мы показываем, что мы вот... А вот социалисты, они как бы говорят, что они против, но при этом народ не выводят. Вот вы как-то это вообще обсуждали, либо же вы ищете, как вы сейчас сказали, в юридической плоскости, да, ответ на этот вопрос. Во-первых, я хочу немножко конкретизировать, что все началось не с нас, а началось все с Киртуака, который ничего не делал на протяжении 10 лет в городе. И то, что его нужно было снимать, это явно. То, что мы весь, сколько, прошлый, позапрошлый год работали на то, чтобы Киртуака снять, слава богу, что закончилось все-таки с ним, и началась новая эпопея. Посмотрим уже сейчас, чем он закончится. Да, мы хотели, конечно, чтобы управлял городом Иоанн Чабан, потому что, на самом деле, из всего того, что есть сейчас, вот из всех кандидатов, он оптимальный был, самый лучший. Но в данном случае, что мы хотим сделать? Мы понимаем, что выводом людей на площадь оно не закончится. Либо, если выводить людей туда, то нужно переворачивать все. То есть это должно чем-то завершиться? Да, это должно закончиться революцией. Посмотрите, сколько полицейских стоял. Там больше полицейских было на этом митинге, чем протестующих. Если выводить людей массово туда, то это начнется конфронтация. Потому что без этого никак. Мы понимаем, уже не один год мы протестовали, вы помните, мы стояли палатками перед парламентом, и этой власти далеко наплевать. Поняла. Вот почему мы понимаем, что если мы выводим своих людей, то это будет все. Нельзя это делать, чтобы это не завершилось. Мы хотим все-таки, уже не осталось так долго, в ближайшее будущее будут парламентские выборы, мы уверены в том, что мы побеждаем на этих выборах, и тогда законно входим в власть. Не надо, потому что это будет малейшее основание для того, чтобы все наши партнеры зарубежные в один голос начали кричать, закрывайте все, запрещайте партию социалистов. Это уже не говоря об неоднозначности тех людей, которые выходят на эти митинги и их месседжи. Когда они между собой не могут договориться, Киртака с Настасьей, они там что-то не публично. Они за микрофон пока воюют. Хочу послушать вашу оценку вот этого протеста, вчерашнего, на прошлой неделе. Вот как вы это видите? Вот смотрите, социалисты говорят, что мы не выводим людей, потому что мы понимаем, что нельзя это просто их так водить, каждый раз приходите, а мы потом, как бы еще потом приходите. Добьются своих целей лидеры? Ведь какие цели они поставили? Они требуют и всех судей посадить, и в общем там все это поотменять, все решения. То есть там действительно добьются ли они своего? Чем закончится этот протест, начатый проевропейской правой оппозиции, не ясно, потому что они протестовали не один раз за последние три года, в том числе и в 2015-2016 году, когда были массовые протесты. И я всегда говорил, что главная ошибка, главная недоработка, скорее всего, проевропейской правой оппозиции состоит в том, что они пока что не дают понять, что имеет запасной план. Они призывают людей на площадь, но они не видят как бы сам конец этого процесса. И в один момент люди устают, они спрашивают, что толку с того, что мы ходим, кричим там. Наши лидеры не говорят, что делать дальше, а с другой стороны, власть полностью нас игнорирует. То есть приходится как бы осознать, что нет мотивации, люди не видят следующего шага. Я недавно, на прошлой неделе, по-моему, пару дней назад был на одной передаче с господином Слусарем, вице-председателем платформы «Да». И он там сказал, что «Да, мы имеем в виду и обширную акцию гражданского неповиновения». Да, я тоже слышала эти слова. Я сразу вступил в роли журналиста, говорю, о, вот, наконец, то, чего им не доставало. И начал расспрашивать место ведущей господина Слусаря. И он сделал шаг назад и сказал, ну, вы знаете, это один из вариантов. Это означает, что оппозиция, право, проевропейская оппозиция, начинает уже думать над своей главной ошибкой, над своей главной недоработкой. Но я здесь хотел бы коснуться и другого вопроса, но перед этим завершу свою мысль. Если проевропейская оппозиция поймет, что в этом виде протесты ничего не дадут и займутся серьезной разработкой своих резервных планов, то, конечно, протесты дадут совсем другой результат. Если же они будут происходить в этой же форме, то они, скорее всего, послужат лишь как бы подготовительным этапом к парламентским выборам, что тоже вполне неплохо для них. Но я бы хотел коснуться и позиций партии социалистов. Мне кажется, что, не хочу вас хвалить, господа, но мне кажется, что ваша сдержанность, когда речь идет о протестах, она корректная позиция, она правильная позиция. Если бы социалисты вывели своих сторонников на площади и объединились бы с проевропейской оппозицией, то это бы сильно укрепило нынешнюю власть. Произошла бы новая поляризация в нашем политическом молдавском мире. На одном полисе была бы правящая партия, на другом полисе была бы вся оппозиция, и правая, и левая, и все там. Это дало бы дополнительные аргументы нынешней власти доказать всем, что они единственные правые, в том числе и американцам, и европейцам. Если бы социалисты сделали бы этот шаг, то они бы вывели на выигрышную позицию правящую демократическую партию. Поэтому мне кажется, что очень корректно. Если бы социалисты имеют свои претензии... То есть не испугалась бы правящая партия того, что вышли и правые, и левые, да? Они бы обрадовались, потому что сплотили, появился бы тот сегмент, достаточно большой электорат в обществе, который бы сплотился вокруг них. Тогда бы никто не поставил вопрос, что вот есть три сильные стороны в молдавской политике. С одной стороны, демократическая партия, партия власти, с другой стороны, ее оппоненты, проевропейские оппоненты, и с третьей стороны, социалисты. Люди бы поняли, что все, уже близятся выборы, и произошла новая делимитация, новая поляризация, и нам надо выбирать. Между оппозицией, которая выглядела бы достаточно непривлекательно, я не думаю, что сторонники социалистов сильно бы обрадовались, если бы увидели их вместе с партией господина Анастасии и госпожи Санду. И в то же самое, можно сказать, и про электорат господина Анастасии и госпожи Санду. И кто бы выиграл от этого? Конечно, партия власти. Господин Гелецкий, как в правящей коалиции видятся вот эти протесты? Вот вы же общаетесь со своими коллегами, вы видите, что происходит. Да, я уехал в прошлое воскресенье и вернулся в эту субботу. У нас не было заседания правящей коалиции после того, как были организованы протесты. И вообще после того, как все это произошло, правящая коалиция еще не встречалась. Я говорил с господином Лянко, и надеемся, на этой неделе мы вроде бы на месте, и будет заседание правящей коалиции, потому что у нас тоже очень много вопросов к тем партии, чтобы понять всю эту ситуацию и так далее. На сегодняшний день я не могу говорить от имени правящей коалиции. Я лично говорил, господин Лянко выступал, то есть мы свою позицию по поводу аннулирования результатов выборов, по поводу всего того, что происходит, мы высказались. Вот вас впечатлил этот протест. Вот вы считаете, что эти люди настроены серьезно. Они взяли временную паузу, они сказали, до 26 августа. И 26 августа, когда уже закончится отпуска, вот они начнут серьезно добиваться отставок, о которых они говорили. Протест подтвердили тот анализ, который господин Вальницкий сделал, подтвердило то, что я говорил, что в обществе большое напряжение, это напряжение идет по нарастающей. Скорее всего, я так опять буду соглашаться с господином Вальницким, что на сегодняшний день мне видится, что протест это платформа для подготовки к следующим парламентским выборам. Вот так я вижу. Это уже избирательная кампания. Я так больше расцениваю сегодня платформу протестов, но она понятна, что она не могла возникнуть, если бы не было этих решений. То есть понятно, что с подачи этих решений уже такая хорошая почва для того, чтобы организовать такие протесты. Ну вот, а теперь давайте поговорим, о чем сейчас говорят все, потому что некоторые видят вот в этом заявлении демократической партии, в принципе, именно и ту причину, по которой демократы, ну по мнению некоторых политологов, все это и затеяли. Вот вы со мной не согласны, а тем не менее некоторые считают так. Что сделали демократы? Они выступили устами спикера и устами премьер-министра и заявили, что вообще, в принципе, виновата во всем законодательство. То есть они намерены теперь тщательно заняться изучением нашего предвыборного законодательства и затем, внимание, если нужно, то они готовы его изменить. Вот на этой фразе, честно говоря, у меня где-то там вот начало, знаете, так вот, да, стало жарко, потому что есть. Но когда партия власти накануне выборов, мы сейчас спросим социалисты, что думают по этому, говорят, что вот они что-то такое найдут и будут менять избирательное законодательство, то, честно говоря, это напрягает. Господин Лебединский, вы к этому как отнеслись? Ну, эта инициатива уже, скажем, не свежа, уже этот месседж был еще недели две-три назад запущен так активно в прессу о том, что будут менять. На самом деле демократы будут пытаться всеми силами что-то поменять так, чтобы им было выгодно. Вы же понимаете, что они будут сейчас, это последний вздох для демократов, они понимают, что сами они парламент не смогут взять, с нами они сотрудничать не смогут, у них остается один выход, либо каким-то образом что-то перекрутить в законодательстве таким образом, чтобы им было выгодно. А за какой период нельзя ненять до выборов? Ну, это рекомендации... Да, то есть понятное дело, что у демократов сложные отношения с венецианской комиссией. Ну, все равно. Но мы говорим о том, что я, например, был сейчас в Страсбурге и говорил с господином Букикио, кстати, да, он был на приеме, там я с ним беседовал, ну как общался, так неформально. Когда мы говорим об изменении в законодательстве, это принципиальные изменения, то, конечно, нужно соблюдать этот год. Когда ты улучшаешь, и я здесь немножко не соглашусь с господином Лебединский, потому что я тоже имею какие-то, скажем, идеи в этом отношении. Вот, кстати, вы высказались. Мне кажется, что в законодательстве должно быть четко прописано, что если выводы аннулированы, повторный выбор обязательный. Надо ссылаться на то, что меньше года и так далее. То есть это масса, это должно быть, понимаете как. Поэтому, да, поэтому в этом смысле я надеюсь на консенсус, потому когда консенсусом все, скажем, депутаты в парламенте принимают, что вот эти поправки, они улучшают избирательный кодекс. Вы же понимаете, что мы не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, что демократы будут поджимать закон под себя, и это не будет выгодно абсолютно никому, кроме демократов. Они попытаются это сделать, но это с вашей помощью, с нашей помощью, с остальными, мы должны им это запретить. У демократов сегодня большинства нет. Без вас? Без нас нету, и без вас нету. То есть если нас не будут, если вы согласитесь с ними голосовать, поэтому в этом случае все равно должно быть. То есть вы готовы, если вас не устроят эти поправки, вы готовы выйти из правящей коалиции, вы готовы, или уже не важно, все равно выборы и там, что там. Причем тут не обязательно выходить из правящей коалиции, когда ты выражаешь свое несогласие с какими-то законами. У нас еще такое было уже не раз, то есть мы говорили принципиально, вот мы так не согласны с этой позицией. А демократы вам говорят, так вы не согласны по такому важному вопросу, вы определитесь, вы с нами или против нас? Не, не, ну так нельзя так вопрос поставить. Ну так нельзя, ну ставьте. Нет, политики так не ставьте. Ну конечно, не ставьте. Ну поймите, вот давайте вспомним вопросы по Гагаузии. Вот господин Волнивский улыбается, потому что мы знаем, что ставят еще лучше. За кулисами ставят. Ну конечно, за кулисами. Давайте я приведу пример. Приведите. Вопрос в пакет законов по Гагаузии. Он был проголосован с нашими условиями. Господин Дадон его не промульгировал, и теперь он остается в парламенте, на полке никто его не касается. Потому что мы принципиально сказали, что если проголосовать, то только в таком виде. Если вы не согласны, можете с социалистами проголосовать этот закон. А социалисты готовы были проголосовать, но демократы побоялись. Поэтому вот конкретный пример, понимаете. И пакет законов вернулся, и он лежит в парламенте сейчас. Ну понятно, свежо предание довериться с трудом, но это мое мнение, я не стала на нем наставить. Потому что я знаю, что когда речь идет о каких-то важнейших моментах, тем более то, что касается законодательства, накануне выборов, то за кулисами не просто вот такие идут вещи, а мы знаем, что есть такая вещь, как шантаж, возношение некоторых депутатов. А если что, то и подкуп, господин Гелецкий. Не надо сейчас говорить то, что у вас на самом деле есть. Давайте так, у меня тоже небольшое замечание. Давайте так, если вы меня приглашаете на передачу, не бросайте тень на меня. Если имеете против меня что-то, давайте говорить против меня. Нет, я не говорю против вас, я говорю сейчас о нравах в парламенте. Понятно, но не надо этими намеками, чтобы у нас пришла хорошая беседа, давайте говорить дальше. Господин Гелецкий, я в свою очередь должна вам сказать, что если я говорю о нравах в парламенте, то я не имею в виду конкретно вас. Правда, это абсолютно точно. Господин Лебединский, вы хотели что-то добавить. Дело в том, что, поймите, сейчас идет борьба на выживание. И любой из партий, кроме демократов, невыгодны изменения в нынешний закон. У всех устоялось. Все знают и оппозиции, и правящие большинство, и каждая партия, и каждый блок, который более-менее как сформировался, уже знают правила игры. Никому сейчас, кроме демократов, невыгодно менять что-то. Поэтому, я думаю, что больших изменений не будет. Если будет, то где-то какие-то подправки, какие-то запятые поставить, не особо важные. Это может быть. Но то, что предлагают там кардинально изменять и систему выбора, и второй тур, и так далее, я думаю, что всего этого не будет. До этого не дойдет. Я думаю, что не дойдет, потому что это уже чрезмерно. И в этом отношении, я хочу, позвольте, добавить. Значит, мы должны понимать одну простую вещь. Если сейчас, в сегодняшней ситуации, парламентские выборы и их результаты, вне зависимости от их результатов, а, скорее всего, результаты будут более хорошими для социалистов, как минимум правая оппозиция сейчас, которая на улице будет говорить про веном, и она будет не признавать их, то если демократы каким-то образом под себя перекроют закон, чтобы в итоге просто, условно говоря, по беспределу, вырвать все-таки математическое вместе с правой оппозицией большинство, то есть для них большая опасность, что эти выборы не признают не только правая оппозиция, но и левая. И вот тогда, вот тогда будет большая проблема с легитимностью выборов. Легитимность выборов — это не только признание американского и европейского посла. Легитимность выборов — это признание основных игроков. И вот когда говорили о Wotl Mixed, когда эти пять партий выводили перед парламентом 2000 голосов, это не репрезентативность, потому что пять партий, среди них была партия «Наш дом Молдова», которая председатель живет в Германии, да? Это не репрезентативность, когда выборы не признают две крупнейшие левое и правое крыло оппозиции, вот тогда это проблема. И в этом отношении я скажу, что, может быть, в этом какой-то противовес, который мне позволяет быть немножко спокойным, что демократы, в данном случае, загнав себя тупик после местных выборов, не пойдут по беспределу осени. Ну хорошо, оптимистичная точка зрения, имеете право, позиция наших западных партнеров. Вот очень многое зависит от того, что скажут представители ЕС, что скажут представители Соединенных Штатов. И вот давайте так вот сейчас честно на эту ситуацию взглянем. Что было? Была озабоченность. Озабоченность раз, озабоченность два, озабоченность три. Потом была крайняя озабоченность. Честно, я сейчас цитирую релизы, да, и все. Понимаете, вот как-то хотелось бы понять вот ту степень влияния, которую на сегодняшний день имеют вот наши западные партнеры, и почему так происходит, на самом деле, какую они занимают позицию. Понимаете, Майя Санду вместе с господином Стасом с одной стороны, и господин Плохотюк с другой стороны, они все пытаются понять, на чьей они стороне. Если позволите, буквально. То, что мы говорили изначально, они все это поняли. Что это выгодно, эта ситуация выгодна для крайне правых. Ну, то, что происходит сейчас для Анастаса. На чьей стороне будут сейчас представители ЕС и США? На стороне Анастаса и Санду. И они поняли, что они в выигрыше от этой всей ситуации. Поэтому они не замолчали. Вы что, смотрите, откуда какие-то такие серьезные реплики? Все молчат. Господин Волнивский, а вы как видите? Вы знаете, это очень трудный вопрос на данном этапе, потому что все в доме смешалось. В доме Обломске все перепуталось за последние буквально несколько недель. Вы знаете, с одной стороны, когда мы говорим европейским партнерам, мы должны понять и нюансы, которые существуют. Например, большинство структур Евросоюза, и в Еврокомиссии, и в Европарламенте, и в Совете Европы руководят представителей Народной Европейской партии. Самой сильной политической семьей на Старом континенте, как ее называют, в Европе. А партнеры Народной Европейской партии в Молдове, это партия госпожи Санду, это партия господина Анастасии, это партия, которую руководит на данном этапе господин Чеботар. У них три партнера в Молдове. Конечно, они в очень трудном положении. С одной стороны, им как бы хочется видеть в Молдове проевропейскую власть, с которой можно было бы договориться. Но с другой стороны, они понимают, что те, которые объявили себя проевропейской партией, являются де-факто самыми большими противниками, оппонентами своих членов здесь, в Молдове. Этих троих партий, которые я назвал дальше. Конечно, все это очень интересно. И, конечно, на мнение этих представителей Народной Европейской партии, которые, напоминаю, руководят всеми, практически всеми структурами в Европейском Союзе, влияете мнение своих партнеров здесь, в Молдове. Это создает определенный фон. К сожалению, партия власти не только не попыталась сыграть ловко на этом, сделать какую-нибудь экилибристику, они пошли на пролом. И после решений по смешанной избирательной системе, после решений по выбору мэра Кишинева, они еще больше обострили свои отношения с европейскими партнерами. Так складывается впечатление, по крайней мере, что они так обострили. И создалась совершенно уникальная ситуация, когда те, которые представляют власть в Молдове, до этого как было? Те, которые представляли власть, либо были с Европой, либо с Россией. Сейчас те, которые представляют власть, имеют очень плохие отношения с Россией и натянутые, скажем так, натянутые отношения с Европой. И в этом случае мы видим очень тонкую игру правящей партии. Она, кстати, стратегически хорошо позиционировала себя, демократическая партия. В условиях, когда она понимает, что ей не на что надеяться в Европе, в условиях, когда она понимает, что ей не на что надеяться в Москве, она быстро ориентировалась на США. И очень ловко играет на те интересы, которые имеет США в этом регионе. А США, в первую очередь, заинтересованы в ограничении влияния России, например. И мы видим те месседжи, которые посылают представители власти, когда едут в США, когда встречаются с представителями США здесь. Если есть русофобия, то вы считаете, что США способны закрыть глаза вот на такие вещи? Ну, так вот, если примитивно. Скажем так, США самый прагматичный игрок во внешнеполитическом плане. Нет более прагматичного игрока на мировом уровне, чем США. И они всегда это доказывали. Они готовы закрывать временно глаза на кое-какие недоработки, лишь бы это соответствовало их интересам. И на данном этапе мы это наблюдаем. И, с другой стороны, партия власти тоже как бы стиснута в определенные рамки. Им некуда деваться в условиях, когда на их отношения с теми, которые правят Европейским Союзом, влияет их партнеры в Молдове. И, с другой стороны, есть другой сильный игрок в Молдове, партия социалистов, президент Дадон, который тоже может повлиять на их отношения с Россией. Что им остается? Они ищут поддержки США. Да. Господин Гелецкий, на чьей стороне наши западные партнеры? На стороне Майя Сандо, Андрея и Анастасия? Вы же сейчас вернулись. Либо все-таки они поддерживают власть, либо они не знают вот сейчас вот кого поддержать, вот что происходит. Не, ну я думаю, опять господин Бальницкий очень четко поставил акценты на том, что у нас есть европейские партнеры, есть американские партнеры. Поэтому если говорить об европейских партнерах, то они больше на стороне Майя Сандо, Андрея и Анастасии. Они больше как бы так и поддерживают их. И я думаю, то, что произошло в Тишиневе, да и пример, мне кажется, уже высказался, ставит под большим вопросом эту финансовую помощь со стороны Евросоюза. Вряд ли она уже поступит в этом году после того, как все это произошло. Хотя МВФ вчера сказала или позавчера, что даст денег, да. Как-то это частично. МВФ и Евросоюз все-таки разные международные организации. И поэтому они по-разному принимают решения. Что касается американских партнеров, ну они действительно больше смотрят на геополитику. Поэтому для них очень важно и те, и другие. Они, я думаю, поддерживают и Андрея, и Анастасия, и Майя, и Сандо. Но они не хотят терять и поддержку правящей коалиции в этом отношении. Потому что все-таки такой приблизительный расклад на следующих выборах таков, что никто, большинство не возьмет. И надо будет как-то учитывать вот эти результаты и с ними, как бы, сотрудничать с теми прозападными силами, которые окажутся в парламенте после выборов. Вы говорили чуть раньше о том, как бы сложно понять их. Мне кажется, их очень хорошо можно понять. А что могут западные партнеры больше делать, чем выразить свою озабоченность? Потому что они говорят это дипломатическим языком. И любой, опять скажем, который находится во власти, должен этот язык очень хорошо раскодировать, понять, в чем их эта озабоченность. Они же сюда не будут, не придут танками или еще какими-то грубыми средствами. Да нет, никто не говорит об этом. Есть просто сама риторика может быть иной. И потом, вы такой опытный человек в плане, вы постоянно, по-моему, уже на заседании ПАСЭ принимаете участие. Вы знаете, как они относятся к выборам, к выборному процессу? Это буквально святое. Вот они настолько, чтобы выборы были честные. Да, вот вы же знаете их внимательнейшее отношение. Я вам скажу, что наши докладчики, в комиссии по мониторингу, докладчики кого-то, потому что был их такой заслушанный отчет. Они же были в Молдове, господин Борейкис и госпожа Блондан. Они были, посетили Молдову. Ну и на основании того, что произошло, они буквально ключевую фразу, которую они использовали, они сказали, что сомнительное решение судебных инстанций. Поэтому вот тот язык или тот... Сомнительное решение. Ну было и поженче там, как бы если разобраться, то они говорили о том, что доказали... Нет, это американцы сказали, что доказали политическую ангажированность. Я говорю, что говорили и садокладчики. Садокладчики сказали dubious decision. Поэтому это как бы сомнительное. Я вот хочу добавить в том отношении, что давайте вспомним первые реакции европейских партнеров, и потом через какое-то время господин Канн немножко смягчил свою риторику и уже в принципе пришел к тому, что в принципе решение может оказаться нормальным с физической точки зрения. В этом случае можно менять закон. После того, как он видел, что от американской администрации не такие реакции, которые ожидали бы европейцы. Это еще раз подтверждает то, что все-таки в иерархии глобальной геополитики и политики американская администрация немножко на ступень выше с европейской. Это первое. Второе. Давайте говорить простым языком, простыми словами для наших телезрителей. Есть три силы, три геополитические силы сейчас в Молдове. Есть американская, европейская и российская. Условно говоря, американскую сейчас как бы поддерживают демократическую партию больше. Это мои последние визиты. Европейская это Андрея Анастасия и господин Шланду. И мы видим, что у господина Дадонова с Владимиром Путером очень хорошие отношения. Очевидно, что мы должны понимать еще историю. Историю последних 10 лет. Как ни крути, ни верти, мы подходим к этим парламентским выборам с результатами. И результаты у нынешней коалиции, мягко говоря, не очень хорошие. Потому что в 2014 году люди, когда шли на голосование, не знали, что за день на голосование буквально вывозились миллиарды. Сейчас люди уже знают. Украли миллиарды. Сейчас люди это уже знают. И правящая коалиция, а я хочу сказать, что те, которые сегодня выходят на площади, это практически те же самые перерожденные партии Филата, только в разных хипостасях. И либералы там пытаются влезть на сцену, но филатовцы их не пускают. То есть, в любом случае, люди все больше и больше понимают, что сегодняшняя борьба уличной оппозиции, это Филат борется с Плохотнюком. За Филатом стоят также и ЦОПы и так далее. Второе. Третье. Мы должны понимать одну простую вещь. Я это говорил, это цинично, но тем не менее. Чем больше уличная оппозиция правая будет биться с демократической партии Плохотнюка, тем больше выиграют социалисты как оппозиция. Потому что очень важный момент, почему европейцы и американцы не могут сейчас вмешиваться. Они должны понимать, что после парламентских выборов у них предстоит тяжелейшая задача, если посадить их за стол переговоров. Чем больше Анастасия и Санду будут кричать про преступника Плохотнюка, тем тяжелее им будет соглашаться на оппозицию. И тем лучше будет социалистов. Понимаете? К сожалению, политика она такая, она циничная. И я вот к чему призываю телезрителей, я соглашусь к многим, что говорят, что все-таки люди, когда пойдут на парламентские выборы, на избирательные участки, они должны немножко вспомнить о республике последних 10 лет, что каждая из политических сил делала, как пошла в парламент, как она добивалась вхождения в парламент. Потому что Анастасия и Санда говорят, что вот у нас не было парламентской трибуны в премарии. И мы всегда говорим, господин Анастасий, а что вы делали последние три года в Кишиневе? Где ваши инициативы? Где ваши заботы? Я хочу просто напомнить, что почему социалисты получили хороший результат на выбор до 1990 года? Кто-то говорит, что из-за снятия Усатова там и так далее. Да, и какой тоже говорят. Да, пару процентов может быть. Но социалисты 2012-2014 года, я это знаю лично, работали очень-очень-очень на износ и создавали партию. То, чего не делали сейчас, не делала ни Анастасия, ни Насанду. Анастасия пыталась, но только сейчас она пытается создать партию, называя это ячейки сопротивления. Но в реальности они этого не делали. Они всегда надеялись на силу соросных организаций, нескольких телевизионных каналов, журнала ТВ-ТВ-8, и бесчисли. Понимаете, они не понимают, что такое строить, они не понимают, что это системная работа. И это самая большая проблема правой оппозиции. Они слишком сильно надеются на помощь Запада. За границей нам поможет. Они надеются, но вот знаете, господа, если мы так вот начали делить, наверное, это справедливо. По большому счету, кто поддерживает кого? Штаты, кого поддерживают. Последняя ремарка. Я буду в оппозиции. Одно большое различие между правыми и левыми. Правая, правящая коалиция соткана, мы сами знаем, как и каким образом. Ненародным голосованием. А левая оппозиция — это народное голосование избранного президента Дадону, у которого после полутора лет постоянных атак. Какой рейтинг? Я думаю, здесь это много-много говорит. Я возвращаюсь сейчас к партнерам, нашим западным и Соединенным Штатам. Вот смотрите, если на самом деле все это происходит, и у каждого из них есть свой фаворит, мы сейчас начали об этом говорить, то смотрите, когда образно, но все равно, мне кажется, что имеет смысл об этом. Говорят, потому что есть множество тому доказательств. А если ситуация будет меняться, мы видим, что сейчас Соединенные Штаты далеко не в самых лучших отношениях с Европейским Союзом. Не в самых лучших? То есть ситуация меняется, мы видим высказывания, слышим господина Трампа, потом всплывает какая-то информация по поводу его бесед с господином Макроном. То есть мы видим, что все это, он же живой организм, и отношения между ними тоже живой организм. То есть все зависит от того, в каких они будут отношениях, когда придет уже стадия парламентских выборов. И знаете, честно говоря, мне страшновато, как они будут лепить тогда эту коалицию, о чем они будут говорить, что будут во главу угла. Господин Лебеденский. Я почему сказал, что я буду немножко в оппозиции ко всем выступающим. Почему? Единственный на самом деле мотив. Почему? Оно, вот это разногласие между... Мы разделили формально демпартию якобы с американцами, а остальные правые с европейцами. Я не согласен с этим. Давно идет вот такая слепка. Это искусственный конфликт между ними. Этот конфликт решится в тот момент, когда ЦОПа в отношении... ЦОПа получит, скажем так, карт-бланш на то, что их уголовные дела будут прекращены. Или их оправдают, или их, я не знаю, какое-то придумывают они юридические обоснования для того, и как только решится этот конфликт, потому что там на самом деле денежный конфликт, как только решается, там абсолютно больше конфликтов между ними нет. То, что они после этого, после выборов, как они создают коалицию, у них опять начнутся свои денежные несогласия, я это понимаю. Но на момент создания коалиции абсолютно никаких проблем не возникнет. и вот то, что происходит сейчас, и демократы едут в Европу, вы видите, что они спокойно ездят в Европу вовсе, и общаются с кем нужно, и крайне право, и вот сейчас оппозиция наша тоже ходит туда, и к американцам, вы не забудьте, что господи Асанду откуда пришла, она с Америки сюда пришла, там связи по-прежнему остались, вы не забывайте, что там продолжается работа. И это все делается искусственно для того, чтобы нашего избирателя ввести в заблудение. Подумала сейчас, будет встреча 16 июля, Трамп, Путин, и вот вдруг встреча, да, в Хельсинки, и вдруг встреча пройдет удачно. Я подумала себе, ведь на самом деле встречи, такие двух лидеров, нет, мы надеемся, но вы представляете, что они непременно всегда будут иметь какие-то посредства, потому что если они хорошо, это все закончится, мне кажется, что некоторые должны напрячься. Мы даже знаем, кто, правда, господин Волницкий? Да, это так. Я думаю, что за этой встречей в Хельсинки будут наблюдать из Молдовы с большим интересом, чем из любой точки земного шара. Правда? Да, может быть, я чуть-чуть преувеличиваю, но ясно, что на таких встречах обсуждаются и очень важные вопросы геополитики, и о сферах влияния. Конечно, это не говорят открытым текстом, перед этим идет огромная подготовительная работа, и они оглашают лишь некоторые тезисы, которые можно оглашать, некоторые для прессы, некоторые в дискуссиях тет-а-тет, некоторые подразумеваются, но такие встречи не организуются просто для фотографий или для рукопожатия. Поэтому следует ожидать кое-какие перемены. Будут эти перемены к лучшему, будут к худшему, смотря для кого как, потому что это очень неоднозначный подход и неоднозначный взгляд на такие вещи. Но следует, следует наблюдать очень внимательно. Микрис Леонид Гелески, чего ждете для Молдовы от этой встречи? Я думаю, что от этой встречи зависит не только, скажем так, а может быть, не в основном ситуация в Молдове, как в мире в целом, потому что от того, если есть, по крайней мере, какое-то взаимопонимание, то нам всем спокойнее. И Украина очень тоже важна. Да, и Украина тоже важна. И Молдовы это как пакетом. Да, да, да. Да, да. Я думаю, что все равно для Америки очень важно, чтобы Россия в нашем регионе, она признавала независимость, суверенность наших государств, территориальную целостность. Территориальная целостность важна и для Молдовы, и для Украины. Поэтому эти вопросы непростые, но они важны, чтобы еще раз акцент был на этом поставлен. Потому что даже вот эта недавняя резолюция в организации объединенных наций, хотя ее и критиковали, но все равно и американцы ее поддержали. То есть мы говорим о нашей территориальной ценности, мы говорим о том, чтобы на территории Молдовы не было российских войск здесь. Поэтому я думаю, что, не знаю, как глубоко, но эти вопросы, эти теоретики должны прозвучать, и они для нас важны. Я хочу вот как раз в этом отношении, по поводу встречи будущих парламентских бурных, хочу напомнить то, что несколько дней назад сказал Дарин Киртаков в одной из передач. Ему несколько раз говорили, почему вы все-таки вот несколько раз спасали, в коалицию, в коалиции плохотём и так далее. И он говорил очень важную, на мой взгляд, фразу, которую наши зрители и люди, которые будут голосовать, должны понимать. Он сказал, что мы это делали ради сохранения европейского будущего, даже не смотря то, что нам не нравилось, и так далее. Так вот наши зрители должны понимать, что вот на следующих выборах, вот из трех сил, которые будут, грубо говоря, социалисты, право, оппозиции и власть, как минимум две силы уже много раз показывали, что они могут объединяться во имя европейского будущего против, против, как бы, вот таких сил. И мы должны понимать, что, как бы не говорил Майя Санду и господин Анастасий, что вот они против Демпартии. Просто найдется на них господин Фюли, как это было, в аэропорту сажали. Когда нужно будет, они могут это не говорить, как Киртуаха. Киртуах говорит, что думает. Они будут сделать то же самое. То есть я, в общем, просто надеюсь, что наши избиратели в очередной раз не наступят на те же грабли. Я тоже надеюсь, потому что... Особенно те, которые еще не определились, они еще думают, что вот как бы... Вот понимаете как? Я вот помню ситуацию с местными выборами после того, как стало известно о краже миллиарда. Ведь когда мы увидели итоги, как проголосовали наши граждане, то чем мы себя все успокаивали? Мы говорили, ну это же местные выборы. Люди не голосуют за партию, люди голосуют за людей, хотя когда они выбирали муниципальных советников, там, конечно, были партии. И когда наш избиратель знал, что кто виноват в краже миллиарда, уже там был к тому готов моменту первый отчет КРОЛ, люди шли и голосовали. Какие-то были у них, наверное, соображения. Я не знаю. Эффект архии. Да, я не знаю. Вот, кстати, да. Это тоже. Это тоже. Это вот многие ходят и спрашивают, как у вас такое может случиться? Вот как у вас такое может быть? И теряешься, как бы, когда пытаешься это объяснить. Ну вот это Молдова. Да, это Молдова. И, кстати, насколько я знаю, я вот, может, маленький вопрос по Блодаргеевой. Я услышал, что среди западных послов, и, как бы, говорят, есть такой слух, не знаю, подтвердит мне или не подтвердит, господин Гелецкий, Гелецкий, что западные канцелярии, как бы, нет, нет, да, все-таки прессуют власть, чтобы завершить процесс над господином Шором и не запустить его пополам. Вы прям у вас какая-то информация. Немножко это соновато. Человек, как бы, через запятую в кроли идет на депутат. Вы у нас больше за границей, чем вы. Я такой информации не владею, но я знаю, что есть давление на то, чтобы по поводу вот этой банковской, скажем, кражи были приняты меры и так далее. Поэтому, может быть, это между строчками есть и то, что вы говорите. Прямым текстом я это не слышал. Но то, что есть давление на то, чтобы все-таки раскрыть и чтобы это не оставлять, такое давление есть. Но это прямым текстом они говорили. Они говорили это прямым текстом. Еще, по-моему, в начале этого года, в конце прошлого, они говорили, что уже все сроки прошли, как бы вы должны были этим заняться. Ладно, нет, так. Но человек идет на парламентские выборы. Депутаты, как бы тут, ну, не знаю. А тут, вот здесь демократы права. Вы знаете, у нас такое законодательство. Пока человек не осужден, вот он может, понимаете. А пока на него только есть обвинение и не закончен весь этот процесс, то вполне логично. Вот здесь не могу не согласиться с демократами. Правда, что имеем. Вы знаете, два вопроса осталось. Времени совсем мало, минут пять. Что волнует? Волнует вот меня, например. Что ждет город в течение этого года? Вот что, как будет развиваться ситуация? Все-таки будет работать муниципальный совет. Муниципальный совет работает. Мы буквально за эти несколько недель, пока на улице протестуют люди, мы уже внесли и провели где-то пять-шесть социальных решений о надбавках врачам, учителям, другим категориям граждан. То есть мы работаем, мы предлагаем. Можно поставить вопрос, войны не будет с исполняющим обязанности примара? Как вы, по прогнозам, что вы чувствуете? Пока нет. Опять возвращаясь к тому, что мы в принципе с этим человеком, если это господин Кадриан, мы с ним работали в муниципальном совете по сравнению с господином Грозаву или другими, ну и Киртуак, это более адекватный человек, то есть, откровенно говоря, и в этом отношении с ним можно работать. Но опять-таки, на мой взгляд, ситуация, когда исполняющие обязанности до сих пор у нас нет избранного мэра, в то время, когда были выборы, и 240 тысяч человек пошли и проголосовали, но это совсем некрасиво. И это бросает действительно огромную тень на последние 10 лет, в том числе реформу юстиции, 30 миллионов потраченные непонятно куда. Вот-вот. Поняла. Вот все это вернется бумерангом по натроплануских выборов. Мы об этом будем напоминать. Господин Волницкий. Как будет работать город, по вашим ощущениям? Вот все-таки, понятное дело, что избранные, не избранные, вернее, уже назначенные по всем инстанциям, примар — это одна ситуация, исполняющая обязанности — это другая. Вот что будет-то? Вы знаете, если останется господин Кадриану, то, скорее всего, он займется чисто проблемами города. Я его знаю. Я с ним работал в правительстве. Это человек со стратегическим мышлением. Если он будет заниматься проблемами города, его наверняка поддержит и муниципальный совет. Если он не будет лезть в политику и так далее, и тому подобное. Но меня не волнует сама фигура господину Кадриану. Он профессионал. Это надо признавать. Меня волнует сегодняшнее заявление. Сегодняшнее, по-моему, заявление господина Анастасия, который сказал, что, скорее всего, не господин Кадриану, он дал понять, будет исполняющим обязанностям мэра столицы, но что якобы готовится по той же схеме, что и госпожа Раду стала вице-примаром, а потом исполняющим обязанностям мэра, приходит в примарии какого-то бывшего таможенника. Он так сказал. Я не знаю, что под этим подразумевает. А вот если это произойдет, то опять же начнутся обольнения на уровне примарии. И тогда, конечно, минимум на несколько месяцев придется позабыть о решении проблем города. Потому что и социалисты не потерпят такого отношения, и другие партии. То есть опять человек извне, человек, который не понимает в полной мере то, что происходит у нас в городе и вообще в муниципальном свете. Господин Гелецкий, в нашей стране может быть все что угодно, а это? Нет, ну я надеюсь, что все-таки на этот раз уже на грабли наступать не будем. Никто не будет наступать на них. Мне приятно слышать вот с обеих сторон хорошие слова господине Кадря. Но я его тоже, насколько я знаю, он человек такой трудолюбивый. И его не так интересует, вообще его, скажем так, не интересует. Без политических амбиций. Да, какие-то ближайшие парламентские выборы. Его интересует, чтобы действительно что-то сделать. И чтобы для него вот этот сам элемент дает ему чувство исполненного долга. То есть у него не появятся политические амбиции в течение года? По крайней мере в течение года я не вижу, чтобы он не давал никаких признаков. Его действительно, опять повторяю, когда он что-то делает хорошо, для него вот это удовлетворенно, что он что-то хорошее сделал. А с вами могу согласиться в заключении с тем, что мир важнее всего. Поэтому хотелось бы, чтобы в стране сохранился мир, молиться о том, чтобы Бог нас оберег от каких-то таких ситуаций, которые могли выйти из-под контроля. Соглашусь. Господин Лебединский, вы еще не высказались? Хотя бы вы так вначале загадочно бросили фразу, что это может быть ненадолго, да? Да, я считаю, что на самом деле должность господина Кадриана, она так, находится под большим сомнением. Почему? Если будет договоренность между Демпартией и ППМ, то все будет нормально. То есть он останется дальше в должности, если у Демпартии не будет своего кандидата, которого они захотят раскрутить в течение года. Это он может появиться, опять, как появилась госпожа Санду. Раду. Раду из... не поймешь... Откуда? Такой же кандидат может появиться, на которого они могут поставить ставки. Но это уже зависит от тех переговоров, которые будут вести между собой правящие коалиции на уровне правительства и парламента. Что касается общей работы Примарии, ну, там есть еще много людей, которые должны уйти со своих должностей, которые на самом деле не справляются со своей работой. Но основная проблема — это зарплаты, которые получают служащие Примарии. Там зарплата 3 тысячи лей получает юрист, а когда он защищает интерес Примарии на несколько миллионов... Это такая старая проблема еще с Демпартиейом Александровичем. Она основная, поэтому... Она тянется, я помню, да. Самая большая проблема у нас в Молдавии — это кадры. Поэтому хороших специалистов нужно будет нанимать и дальше, и, соответственно, платить им хорошую зарплату. Каким образом это придумывает муниципальный совет, им нужно будет это все продумать. У нас есть там определенные проекты подготовленные. Что касается социальных проектов, они уже готовы. Проекты, связанные с транспортом, с облажением. То есть Примария будет работать дальше только при условии, что не имеет значения, кто будет сейчас этот год исполняющим обязанности Примара, потому что нужно признавать честно, что у нас действующего Примара не будет. Будет исполняющий обязанности. Они могут меняться каждые две недели. Как только один из них откажется, то опять тот и другой появится. Но зависит от того, насколько он благоразумно будет относиться к решениям муниципального совета. Если он не будет блокировать... Да, это очень важно, чтобы не блокировал. И он будет нормально работать, то, пожалуйста. Я думаю, что господин Кадрянов захочет себе сделать политическую платформу. Скорее всего, его будут готовить к Примариям следующего года. В течение года он постарается получить максимально... Мы посмотрим, да уж. Что касается местных выборов, я говорила, парламентских. Нет, про местные я говорю. Местные выборы и следующие местные выборы в 19-19 годах. Очень много будет зависеть от рижданов парламентских. Парламентских. Соглашусь сразу. Что мы с вами имеем на сегодняшний день, это то, что нам предстоит очень жаркая осень. Вне сомнений. С сентября уже началось. Да, это начнется. И мы знаем, что у нас не бывает скучно. У нас осень всегда жаркая. А учитывая, что у нас такие события и протесты, и парламентские тут на носу, и все партии, буквально все теперь активизируются. И деньги, да? Я думаю, что на самом деле нам предстоит наблюдать за весьма интересными событиями. Соглашусь с вами. Главное, чтобы они были мирного характера. А не всего погода в доме. И не только в доме, в стране. В стране. Да, поправлю. Спасибо за то, что вы пришли и отвечали на наши вопросы. Я думаю, зрителям было, по крайней мере, поучительно сегодняшнее послушать. Вы смотрели программу «Полюс». Желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»